Уважаемые коллеги, я расскажу о том, как последовательно можно работать над формированием экологической культуры учащихся в процессе учебной и внеурочной деятельности, общения и социализации. Книга Елены Николаевны Дзитковской «Экопоколение. Наши экологические привычки» адресована и детям, и взрослым. Речь мне пойдет о том, как помочь нынешним и будущим поколениям молодежи социализироваться в мир глобальных взаимозависимостей, несущих человеку как большие возможности, так и реальные угрозы. Цель книжки – помочь юным гражданам осознать связь своей любви к родине, родным людям, природе, с готовностью воспитывать у себя экологические привычки с экологически устойчивым развитием. В книге речь пойдет об экологических привычках. Экологические привычки – это не перечень готовых алгоритмов на все случаи жизни. Это принципы экологически обоснованных действий. Их применение требует мышления, понимания. Экологические привычки – зеленые аксиомы, то есть те экологические табу, которые диктует сама природа, очень сложны для понимания. Повествование ведется от имени паренька Алеши, который очень доступно говорит читателям о том, что «я отношу себя к экопоколению». Экопоколение – это все, кто приближает эко-мир. Это те, кто показывают пример экологических привычек и заражают окружающих желанием стремиться к знаниям и развитию своей экологической культуры. Эко – такой девиз нашего поколения, а это значит «экология, образование, культура». Я и мои друзья, как представители эко-поколения, воспитываем у себя экологические привычки. С ними мы и хотим вас познакомить. В их основе – наше понимание окружающего мира и желание построить эко-мир. Мир экологически устойчивого развития. Говоря об экологических привычках, автор акцентирует внимание на том, что если экологические проблемы общие, то решать их можно только сообща. Учусь работать в команде и сотрудничать. Учусь вносить вклад в общее дело. Повышаю свою экологическую грамотность. Спасаю природное наследие. Сохраняю среду жизни. Оглядываюсь на свой экологический след. Об этих экологических привычках паренек Алеша говорит следующее. Заметил, что люди зачастую наносят вред природе не специально, а по незнанию. К сожалению, любовь к природе, не подкрепленная экологическими знаниями, приносит ей зачастую непоправимый вред и может обратиться бедой. Прежде чем повесить в городе кормушку для зимующих птиц, советуюсь с родителями. Сможем ли мы обеспечить их правильным кормом? Затем мы внимательно выбираем для нее место, так как наша неграмотность может вызвать массовую гибель птиц из-за неправильного корма или заражения болезнями. На даче мы стараемся не использовать фосфатные удобрения, из-за которых может зацвести вода в соседнем озере. Из сорняков и растительных остатков папа делает компост. Мы с семьей очень любим отдыхать на Байкале, но никогда не ставим свою палатку там, где до нас еще никто не был. А останавливаемся на уже созданной до нас стоянке. Мы не разводим новые костры, ходим по уже протоптанным тропинкам и при необходимости убираем мусор за несознательными отдыхающими. Спасая природное наследие, сохраняя среду жизни. Природное наследие – это небо, солнце над головой. Это все то огромное разнообразие живой и неживой природы на земле, которое нас так восхищает. Среда, пригодная для жизни людей на планете Земля, создается благодаря дикой природе, а сохраняется благодаря экологической культуре людей. По мнению Алеши, сказка учит, что природу можно спасти, если относиться к ней с умом, добрым сердцем, какие обличия она бы не принимала. Как одним словом можно назвать особенность жизни человека в экомере? Словом «мера» – умеренный образ жизни – ключ к предотвращению изменения климата, сохранению здоровья, обеспечению безопасности жизни на планете. Получил экологические знания, передай другому. Каждый человек имеет право на информацию о безопасности, сохранении здоровья и жизни. Используя правила «понять», «почувствовать», «применить» – это правило трех П. Учителям младших классов рекомендуется начать изучение экологических аксиом со второго класса. Центральная идея – формировать понимание универсальности и неотвратимости экологических табу. В третьем классе рекомендуем знакомство учащихся с понятием экологического следа, экологического бумеранга, экологической зоркости. Осваиваются принципы экологической этики. Их пониманию способствуют русские народные сказки. Кура, ряба, колобок, репка. Сказка индейцев Северной Америки, откуда пошли болезни и лекарства. Бурятская сказка, снег и заяц. Рассказ Константина Паустовского «Зайчьи лапы». Четвертый класс. Время освоения принципа предосторожности. Бережно расходую воду, предотвращаю изменения климата, соблюдаю меру в покупках. Придумываю, как могут послужить использованные вещи. Действую предосторожно. Раскрыть суть принципа предосторожности помогают «Русская народная сказка», «Русская народная сказка», «Длиняный парень». «Венгерская сказка», «Два жадных медвежонка». Расказки Петра Иршова, «Конек горбунок», «Льва толстого», «Как мужик камень убрал», «Сергея Аксакова», «Аненький цветочек». Родителям, желающим, чтобы их ребенок легче социализировался в этой жизни, нужно учить его задумываться о своих поступках с точки зрения возможных последствий для чистоты окружающей среды, сохранения разнообразия природы, здоровья своего и окружающих людей, финансов, сколько все это стоит, отношений с людьми, культура наследия, языка ценностей, веры, морали и нравственности. Наши принципы приближения к мира. Эко несовместимо с эго. С природой только мягкое управление. И предосторожность. Учиться считать ребусы, сохранять природное и культурное разнообразие. Сохранять качество общей среды жизни. Проектировать будущее, ценя настоящее и прошлое. В рамках реализации соглашения межрегионального сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого развития в нашем образовательном учреждении третий год проходит эко-квиз. Экологически-интеллектуальная игра, где требуется логика и эрудиция. На этом мероприятии учащиеся начальных классов применяют экологические привычки, учатся вносить вклад в общее дело, учатся работать в команде и сотрудничать, повышать свою экологическую грамотность, учатся соблюдать во всем меру. Занимаясь экологическим воспитанием школьников и в школе, и дома, важно обеспечить его неформальность, задушевность, сердечность. Используя зеленые аксиомы как направляющий вектор, преломлять их через желание, интересы, взгляды самого ребенка, чтобы он открыл собственный личный смысл экологического поведения. И, конечно, важно помнить, что лучшее средство – собственный пример.